Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре по просьбе родителей проведут ремонт в двух общеобразовательных школах. Глава города Елена Лапушкина совершила объезд учебных заведений областного центра. Более полутора миллионов однолетних растений украсит Самару в мае, как ухаживают за цветами сотрудники горзеленхоза. Защиту от коронавируса перчатки будут производить в Самарской области в технопарке Жигулевская долина. Оценить эффективность существующих мер поддержки бизнеса в регионе и выработать новые приезжала делегация Минпромторга России. Губернатор Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудили внедрение инноваций в производство. Подробности в сюжете. Вооружен, значит защищен от коронавируса. В Самарской области запустили производство нитриловых перчаток. До недавнего времени только три предприятия в России производили эти средства защиты. В общей сложности они поставляли на рынок около 85 миллионов пар в год. Предприятия, открывшиеся в особой экономической зоне Жигулевская долина, рассчитаны на производство 110 миллионов пар. При этом объем потребления 3 с лишним миллиарда. Таким образом проблем с реализацией не возникнет. За 10 лет существования Жигулевской долины общий объем инвестиций из федерального бюджета составил более 20 миллиардов рублей. Я считаю, что потенциал у региона большой. Мы его будем дальше развивать, использовать все возможности, которые есть и у региона, и на федеральном уровне. Только по фонду развития промышленности у нас 15 проектов реализовываются в регионе на сумму больше 6 миллиардов рублей льготных займов. 6 проектов уже вышли на проектные мощности производственные. Поэтому рассчитываем, что Дмитрий Игоревич нас будет приглашать в дальнейшем на открытие новых предприятий. От разработки идеи в ВУЗе до ее внедрения на производство и реализации на рынке. Всю цепочку продемонстрировали делегации Минпромторга Российской Федерации, которая прибыла в технопарк. По мнению федеральных гостей, Самарская область имеет неисчерпаемый потенциал роста и развития. Причем по всем направлениям. Металлургия, химия, нефтехимия, медицинский кластер, а также автопром. Плюс удобное географическое положение. А федеральное правительство, в свою очередь, готово обеспечить регионы инструментами поддержки для привлечения инвестиций. Тут даже говорить об отдельных предприятиях, подотраслях неправильно. Это помощь и поддержка всему региону, всем жителям. Конечно, крупнейшие трудовые коллективы, автопром, на который завязано сотни тысяч тружеников на территории Самарской области и членов их семей, колоссальную помощь получил благодаря решениям президента, которые были подготовлены Министерством промышленности. И Министерство промышленности реализовало все меры поддержки, которые позволили нам фактически удержать и выпуск, и продажи автомобилей, несмотря на все сложности прошлого года. Сегмент рынка автоваза за 2020 год расширился. Кроме того, в прошлом году регион выполнил все показатели по организации рабочих мест, в том числе и высокотехнологичных. Министр промышленности также ознакомился с опытным образцом автомобиля «Зетта», отметив, что именно необходимо доработать. Мантуров оценил самоходный распрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», серийное производство которого удалось наладить благодаря поддержке Минпромторга Российской Федерации. И дал поручение проработать вопрос создания Центра промышленного дизайна и инжиниринга на базе Самарского государственного медицинского университета. Михаил Ермоленко, Виктория Шарея, События. Послаблений не будет. Несмотря на то, что число людей, ежедневно заболевающих коронавирусом, сейчас не превышает 200 человек, и ситуация стабильна, меры безопасности в регионе смягчать пока не планирует. Людям старше 65 лет по-прежнему рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. А в зрительных залах заполняемость все так же не должна превышать 50%. До какого срока продлятся ограничения и с чем связана предосторожность в нашем сюжете. За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом снизилась и сейчас в среднем составляет около 200 случаев ежедневно. При этом чаще стали болеть дети в возрасте до года, школьники с 7 до 14 лет, а также подростки. Ни одного случая заражения гриппом в Самарской области по-прежнему не зафиксировано. На оперштабе глава региона выразил уверенность, что это результат прививочной кампании против гриппа, когда вакцинацией было охвачено более 60% населения. Сейчас основная задача сохранить тренд на стабилизацию эпидемиологической ситуации, особенно накануне приближающихся майских праздников. Поэтому на оперативном штабе решили оставить 50% заполняемость залов, театрах и на концертах, а также продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65 плюс до 11 апреля. Коллеги, давайте мы вот эти 10 дней используем максимально эффективно, для того, чтобы, с одной стороны, справиться с тенденцией, которая сегодня есть, преодолеть очередной рубеж заболеваемости в день. У нас сейчас было 300, сейчас 200. Давайте мы создавать все условия для того, чтобы дальнейшее понижение было. Я думаю, начну будем формулировки, как правильно на поручение оформить штаб. Министр здравоохранения региона Армен Бинян в своем докладе отметил, что в штатный режим работы возвращены 1828 коек в кардиологии, терапии, сосудистой хирургии, гинекологии и онкологии. В случае необходимости они могут быть снова переведены на ковидный профиль. В стационарах проходит лечение порядка 3200 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Более 14 тысяч человек лечатся амбулаторно. 100% пациентов обеспечены разными необходимыми лекарственными препаратами. В области создан резерв не менее полутора месяцев для обеспечения как стационарных, так и амбулаторных пациентов. В поликлинике региона возобновили диспансеризацию. Вакцинацию в Самарской области можно сделать в 145 прививочных пунктах. Два из них мобильные. Всего в область поставлено более 167 тысяч доз вакцины. Препаратом ГАМ-Ковид-Вак привиты более 161 тысячи человек. Из них вторым компонентом более 112 тысяч. Более половины прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет. Ожидается две большие поставки препарата – 42 тысячи и 51 тысячи доз. Будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов. Виктория Шарея, события. В ковидном госпитале Тольятти врачи вылечили от коронавируса ветерана Великой Отечественной войны. Сергей Лобачев поступил в больницу с 30-ти процентным поражением легких. Благодаря стараниям медиков и бодрости духа ветеран справился с недугом всего за месяц. О секретах крепкого здоровья расскажет Мария Левина. Сергей Савельевич Лобачев рассказывает, что в 17 лет ушел добровольцем на фронт. Освобождал Белоруссию, затем Прибалтику. Был командиром пулеметного расчета. Получил ранение в Литве, но после госпиталя вновь вышел на службу. После окончания войны трудился в колхозе. В арсенале ветерана награды за отвагу и боевые заслуги, а также орден Великой Отечественной войны. После всего пережитого Сергей Савельевич воспринял ковид спокойно, без паники. Оптимизм и бодрость духа помогли ветерану оправиться от болезни всего за месяц. Аргаризм мой такой, мой живой аргаризм. Он никогда не уставал, всегда я такой. Любовь к людям, всех я люблю. И старых, и малых, все около меня. Сейчас вот потеплее включу, здесь у меня барабан, выйти сюда, у меня провода. Он включу, там сейчас Русланов как запоет. Они все старухи около меня. Какая поет, какая пляшет. Вот так вот. Ну как тут не любить все это. Жить надо же человеку. В больницу Сергей Лобачев попал в декабре прошлого года с 30-ти процентным поражением легких. Новый год ветеран встречал уже дома. Сейчас Сергей Савельевич живет один, но к нему регулярно приходит его лечащий врач и следит за здоровьем. Мой любимый пациент. Конечно, посещаем его очень часто, регулярно, вместе с медицинской сестрой. Делаем патронажи. Ведем его хронические соматические заболевания. Наблюдаем его. Он передает свой жизненный опыт. Рассказывает много, как он воевал. Про свои травмы, как он их стойко переносил. По дому помогает Елена Скворцова, соцработник, которая за три года уже стала для ветерана как дочь. Сходить в магазин, оплатить коммуналку, приготовить обед, да и просто по-человечески поговорить. Мужчина не представляет свою жизнь без помощницы. За эти годы и сама Елена прикипела к ветерану. Наши клиенты нам становятся уже как родные люди. Как все мы относимся по-семейному. Они к нам привыкают, мы к ним привыкаем. Медики напоминают, в избежании заражения коронавирусной инфекцией необходимо использовать средства индивидуальной защиты, сохранять социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей. От ответственности каждого зависит не только собственное здоровье, но и состояние старшего поколения. Сейчас в Самарской области можно пройти вакцинацию от коронавируса, которая проводится для выработки коллективного иммунитета. Записаться на прививку можно в своей районной поликлинике через портал Госуслуг либо по номеру горячей линии 122. Мария Левина, События. Владельцев трех объектов культурного наследия обязали взять здание под охрану. Соответствующие приказы опубликовали на сайте регионального правительства. В список вошли здания бывшей кумы-салечебницы, Постниково, находящиеся по адресу Самара, Новосадовая, 154, Институт Гипровостокнефть, расположенный по адресу Красноармейская, 93, Пожарная часть и детский сад, находящиеся по адресу Пролетарская, 74. Ранее два археологических участка в историческом центре Самары вынесли в перечень объектов культурного наследия. В Самаре по просьбе родителей проведут ремонт в двух общеобразовательных школах. Глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн совершили объезд учебных заведений областного центра. Отдельное внимание уделили 116 и 39 школам. О необходимости ремонта в зданиях мэру города и депутату сообщили члены родительского комитета. Какие еще вопросы обсудили во время объезда, расскажет Ольга Павлова. В здании с более чем с полувековой историей в 116-й Самарской школе сейчас учатся 773 школьника. Своими учениками и педагогическим составом учебные заведения особенно гордятся. Проблема по утверждению родителей одна – длительное отсутствие ремонта. С просьбой о помощи члены родительского комитета обратились к главе Самары Елене Лапушкиной и депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. При осмотре здания мэр города и депутат обратили внимание на протечки потолка и подтекание на стенах. По итогам визита в школу было принято решение выделить средства на ремонт кровли за счет экономии бюджета. В ближайшее время будет составлена проектно-сметная документация. Школа железнодорожного района, знаю ее очень давно и, конечно, благодарю Александру Евсеевичу и родителей, которые сделали замечание на содержание школы. Кабинеты сами учебные, находятся в удовлетворительном состоянии. Не видно, что за ними ухаживают, что их ремонтируют. Но остаются проблемы по спортивному залу, остаются вопросы по коридорам. Понятно, что сразу охватить разом невозможно все существующие проблемы и беды, но вместе с властями города мы будем это делать. Помимо ремонта кровли в 116-й школе обновят спортивный зал и коридор. Финансирование всех работ будет заложено в бюджет 2022 года. Приведут в порядок и построенную в 1936 году 39-ю школу города. В настоящее время здесь учатся 256 школьников. С жалобами на аварийное состояние здания к Елене Лапушкиной и Александру Хинштейну также обратились родители учеников. В ходе осмотра школы были выявлены разрушения кирпичной кладки, отслоения штукатурного слоя и следы протечек на потолке в одном из классов, в котором сейчас по понятным причинам уроки не проводят. Департамент образования уже подготовил проектно-сметную документацию на ремонт кровли и устранение протечек. И заложили ремонт двух кабинетов, тоже они просчитаны. Причем эти кабинеты по цифровой образовательной среде, значит мы полностью сделаем ремонт и оснащаем мебель. Кроме общеобразовательных учреждений Самары, глава города и депутат посетили Центр помощи женщинам «Ты не одна». Здесь оказывают социальную поддержку мамам с детьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Центр нуждается в дополнительном финансировании и помещениях. Ежедневно он принимает все больше людей. Сейчас здесь проживает 43 человека. Места хватает не всем. Министерством социально-демографической политики области было предложено распространить грантовую поддержку не только на оплату или компенсацию аренды помещений, но и на текущие коммунальные платежи. Это важно, потому что социальный центр существует только за счет пожертвований и выполняет очень важную миссию. И понятно, что ежемесячно платить по 70 тысяч рублей за коммуналку им практически нереально. После объезда глава города и депутат провели встречу с руководством и родителями воспитанников детского сада 337. Некоторое время назад между родителями возникли разногласия по образовательной программе, действующей в саду. Они коснулись взаимоотношений с заведующей дошкольным учреждением. Так как детский сад посещает дети разных национальностей, администрации города предложено рассмотреть вопрос о предоставлении саду отдельного помещения, которое будут посещать дети, чьи родители хотят обучать их пожелаемой образовательной программе. Глава города Елена Лапушкина поручила департаменту образования совместно с департаментом имущества найти подходящее для этих целей здание. 15 апреля школьники региона будут писать итоговое сочинение. Это станет допуском к ЕГЭ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме ВКС провел круглый стол с родителями и учителями области, посвященный подготовке к выпускным экзаменам. Когда начнутся ЕГЭ и будут ли в этом году выпускные – в нашем сюжете. Самарская область – лидер по подготовке и проведению ЕГЭ. По итогам 2020 года регион вошел в список субъектов, где организационное и техническое обеспечение экзамена получило высокую оценку Министерство просвещения РФ и Рособорнадзора. В этом году в пунктах проведения экзаменов уже начались тренировочные занятия, на которых отрабатываются все процедурные моменты. Сейчас в регионе проходит акция «ЕГЭ для родителей», которая позволяет представителям старшего поколения пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ, чтобы понять, с чем столкнется ребенок. Принять участие в экзамене губернатор Дмитрий Азаров пригласил и участников областного родительского собрания. Я хотел бы, чтобы вы сегодня, опробовав процедуру экзамена, ребенку спокойно сказали, обязательно сдашь, все будет хорошо, комфортно, безопасно, доброжелательно, но, конечно, строго, как и положено на экзамен. Министр образования и науки Виктор Акопьян отметил, что первым делом ученики должны получить допуск ЕГЭ, написать итоговое сочинение 15 апреля. Основной период сдачи ЕГЭ в этом году с 31 мая по 2 июля. Кроме того, дополнительно пройти экзаменационные испытания 11-классники смогут со 2 по 17 июля. Экзамены будут проводить в 104 специальных пунктах, 82 из которых организуют на базе школ, 20 на дому и 2 в лечебных учреждениях для тех, кто не может по состоянию здоровья сдавать экзамены в школе. Те, кто планирует поступать в ВУЗ, будут сдавать обязательным предметом в этом году русский язык и все оставшиеся предметы, предметы по выбору, то есть те, которые нужны для поступления на тот или иной факультет конкретного высшего учебного заведения. Те ребята, которые все-таки планируют продолжить свое обучение в средне-специальных образовательных учреждениях, сдают государственный выпускной экзамен в стенах своей родной школы. Как и в прошлом году, экзамены пройдут с соблюдением всех мер безопасности, в том числе и противоэпидемиологических. Все пункты проведения ЕГЭ будут обеспечены бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками и рециркуляторами воздуха. Система начисления дополнительных баллов сохраняется. Они положены за успехи в сдаче ГТО, в волонтерстве, за участие в олимпиадах и творческую деятельность. Каждый ВУЗ сам определяет, по какому направлению сколько баллов может быть дополнительно начислено. Максимально абитуриент может получить 10 баллов. Что касается проведения выпускных и последнего звонка, решение о том, можно ли их организовать, будет принято ближе к маю, исходя из эпидемиологической ситуации. Виктория Шарая, события. Крымская площадь – место, которое в 2019 году обрело новую жизнь. Это стало возможным благодаря федеральной программе и неравнодушию местных жителей. Сегодня на площади проходят сезонные работы по облагораживанию пространства. На месте побывала наша съемочная группа. Крымская площадь готовится встречать жителей и преображается с приходом весны. Излюбленное место для прогулок жителей железнодорожного района очищают от снега и наледи. Общественное пространство отремонтировали два года назад по федеральной программе формирования комфортной городской среды и национальному проекту «Жилье и городская среда». Площадь стала, во-первых, безопаснее, потому что вокруг мы видим ограждения. Во-вторых, здесь большая площадь для катания детей на самокатах, начиная с самого маленького возраста, на велосипедах. Летом у нас фонтаны. Так как площадь Крымская, то при благоустройстве здесь появились арт-объекты, которые ассоциируются с Черноморским побережьем. Это Ялтинский маяк, а также мозаичное панно у фонтанов в виде карты Крыма. В теплую погоду здесь регулярно проходят праздники района. Ежедневно выходят на прогулку жители. Интересный момент, что здесь есть липы. И вот когда летом ты проходишь сквозь эту площадь, ты ощущаешь этот прекрасный аромат липы. И поэтому сюда постоянно вот сейчас стекается уже народ, который здесь отдыхает со своими детьми. Я иногда отдыхаю здесь сам, сажусь, это самое. Детей очень много играют, всем нравится. Площадь благоустроили благодаря активной позиции жителей. Почти 10 тысяч человек проголосовало за преображение сквера. Спасибо, что всегда учитывают наше мнение, проходят публичные слушания, то есть по дизайну проекту. То есть наше мнение жителей активно учитывается, выслушивается. Менее чем через месяц стартует голосование по выбору территорий для благоустройства в 2022 году. Голосование пройдет онлайн с 26 апреля по 30 мая. Все подробности можно узнать на сайте, который указан на экране. Михаил Ермоленко, Ирина Балясникова, Константин Головин. События. Более полутора миллионов однолетних растений украсит Самару в мае. Цветы высадят на улицах, в скверах и на набережной города. Сейчас сотрудники горзеленхоза выращивают их в специальных теплицах, ежедневно поливают и поддерживают нужную для растений температуру. Когда самые нежные и хрупкие создания природы появятся на улицах областного центра, расскажет Ольга Павлова. Пока Самара еще готовится к высоким плюсовым температурам, в теплице Самарского горзеленхоза стабильные плюс 25. Специалисты осматривают каждый цветок и готовятся к будущему озеленению города. В этом году улицы областного центра украсит более полутора миллионов однолетних растений. Среди них бегонии, петуньи, тагетиса и пеларгонии. Забота о цветах идет ежедневно. Сотрудники горзеленхоза не только поддерживают правильную температуру для растений, но бывает даже разговаривают с ними и утверждают, что так цветок вырастает быстрее. Все как у людей, когда доброе слово и забота помогают в самых непростых жизненных ситуациях. Высаживать растения начнут в начале мая, когда немного прогреется почва и позволит температуру воздуха. Общая площадь цветников составит почти 46 тысяч квадратных метров. Из них 14 тысяч высадят вдоль уличной дорожной сети. Также в честь знаковой для Самары даты, год 60-летия первого полета человека в космос, в столицу губерния установят 9 тематических ландшафтных скульптур, посвященных космической тематике. Данные конструкции будут установлены в местах, имеющих отношение к космосу. Это и парк Гагарина, и сквер Академика Кузнецова, аллеи трудовой славы, сквер Совет самарских космонавтов. Там будут установлены новые скульптуры. Жители Самары ждут новые сорта Тагетиса, Крембери Блонд, Пеларгония Ариста с махровыми цветами, и сорт Кал Тропикал, имеющий различные оттенки. Чтобы вырастить всю эту красоту, сотрудникам Самарского горзеленхоза потребовалось несколько месяцев. И хотя в порядочности большинство самарцев-специалисты не сомневаются, в очередной раз просят жителей города относиться к высаженным растениям бережно. Мы стараемся, чтобы город был красивым, высаживаем. Утром приходим, растений нет. Мы же хотим, чтобы всем было, все люди радовались, что у нас город такой красивый. Вдоль главных магистралей города разместят кашпо с растениями. А в местах, где ландшафтный дизайн не позволит установить традиционные цветники, будет использован метод вертикального озеленения. Горшки с цветами закрепят на специальных конструкциях. Однолетние растения будут радовать горожан около полугода, до первого снега и заморозков на почве. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События. Оказаться на больничном весной дело несложное. По статистике Минздрава России, у 80% населения в конце зимы наблюдается недостаток микроэлементов в организме. Появляются сонливость и апатия, свежие фрукты или БАДы, с помощью чего можно восстановить организм быстро и без вреда для здоровья. Смотрим в сюжете. Самарис Игорь Решетов не упускает возможности чаще бывать на улице в весенние дни. На работу предпочитает ходить пешком или на велосипеде. Рассказывает, что в период авитаминоза, который традиционно приходит вместе с первыми днями весны, тщательнее выбирает рацион. А вот к приему витаминов и БАДов относятся с недоверием. Все-таки я считаю, что вряд ли есть таблетки, которые могут заменить более-менее активный образ жизни. Конечно, есть случаи, когда использование дополнительных витаминов требуется, но это касается скорее каких-либо заболеваний. В первую очередь, все-таки надо следить за своим питанием и образом жизни. Как рассказывают медики, авитаминоз возникает далеко не у каждого человека. Недостаток какого-либо витамина вызывается особым состоянием организма. Это может быть беременность у женщины, время интенсивного роста у детей или нехватка витамина при больших спортивных нагрузках. Если вы здоровый человек, и если у вас в ежедневном вашем рационе присутствуют овощи, фрукты, различные крупы, рыба, мясо, то есть на 99% вам не нужны никакие витаминные комплексы. Единственный витамин, который заслуживает отдельного внимания у жителей нашего региона – это витамин D. Раннее наступление осени, короткий световой день приводит к недостаточному получению этого ценного вещества. Чтобы убедиться, нужно ли принимать дополнительно витамины, специалисты рекомендуют сначала сдать анализы. Если будем назначать сами себе вот эти вот витамины и употреблять их, может все равно это привести к гипероэтаминозу, а это еще хуже. Проявляются заболеваниями и заболевания печени, и заболевания почек, и опять тот же самый желудочно-кишечный тракт. Если мы принимаем какие-то витаминные комплексы, это химические синтетические молекулы, которые, они имеют такую же структуру, но их изомеры, они все равно несколько имеют другие градусы. Они могут повреждать клетки. А вот лучшей профилактикой весеннего витаминоза станут все же свежие овощи и фрукты, орехи, сбалансированное питание и соблюдение здорового образа жизни. Светлана Кудрявцева, Ирина Балясникова, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова